12 декабря в Центре спортивной подготовки «Олимпиец» стартовал первый этап зимнего фестиваля по паркуру и воркауту, проходящий в рамках молодежного проекта «Прорыв». Свои возможности здесь продемонстрировали около сотни кубанских атлетов дворового вида спорта. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. Воркаут и паркур нельзя назвать видами спорта. Официально они пока таковыми не признаны ни в одной из стран мира. Хотя чемпионаты по этим дворовым видам спорта устраиваются даже на международном уровне. Для занятий воркаутом и паркуром не требуется много места, как, к примеру, для футбольного поля. Всё, что нужно – турники и брусья, а можно и вовсе обойтись без них. То есть, такие площадки есть в каждом дворе. Этот факт совпадает с важной задачей, которую поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев – развивать массовый и разносторонний спорт в шаговой доступности. Есть перспективные планы у нас по развитию и воркаут-площадок, и площадок паркура. Прежде всего, я хотел бы в наших поселениях помочь нашим главам построить эти площадки, потому что дети в селе должны иметь такие же возможности, как и в городе. 12 декабря в День Конституции Российской Федерации в Центре спортивной подготовки «Олимпийц» прошёл муниципальный этап краевого фестиваля экстремальных и дворовых видов спорта «Прорыв». Лидер сообщества трейсеров города Краснодара Алексей Терновой рассказал о региональном проекте «Прорыв», руководителем которого он является. Мы выбрались на Кубани, потому что здесь очень развитая инфраструктура по движению воркаута, очень много трейсеров и воркаутеров. Нас активно поддерживает губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович, за что ему отдельное спасибо. Также нас очень активно поддерживает департамент молодёжной политики, очень много муниципалитетов поддержало этот прорыв, например, как с вами на Кубани, где мы здесь сегодня. И пока очень много планов, всё это мы реализовываем постепенно, потихоньку. Целью проекта «Прорыв» у нас постройка в каждом муниципалитете, специальные экстремальные дворовые площадки, чтобы вот такие ребята находились не в зоне риска, не под магазинами, не с спиртными напитками, занимались правильным делом, спортом занимались, правда, таким неофициальным, как паркур для воркаут. Десятки участников, самому младшему из которых 14 лет, а самому старшему 29, продемонстрировали мастерство преодоления препятствий. Воркаутеры подтягивались на турниках, крутились на брусьях, отжимались на шведских стенках, выполняли элементы акробатики. Игорь Ирхин из Славенска на Кубани начал заниматься воркаутом два года назад. Для него важно то, что славенским поклонникам уличного фитнеса есть где ковать спортивные победы. Площадки хорошие, ставят всё больше и больше их. Вот недавно поставили одну возле Кубриси, возле стадиона, там стадион Резинка, там поставили тоже новую площадку, чтобы ребята тоже могли поддерживать себя в форме, заниматься и продвигаться дальше, быть со всеми в тему. В программу спортивного праздника были включены мастер-классы от известных спортсменов Краснодарского края по дисциплинам паркур и воркаут, а также показательные выступления сильнейших атлетов Юга России. Кубриси, ворота Юга России. Спортивный марафон будет проходить в четыре этапа. По итогам первого муниципального этапа в номинации «Воркаут» первое место занял Алексей Назыров из Славенска на Кубани. В номинации «Паркур» победу также одержал наш земляк Владимир Лихачёв. Следующий этап состоится в Станице Динской, третий – в Северском районе, четвёртый – в Краснодаре. Победителями станут ребята, набравшие максимальное количество баллов за все четыре этапа. Спорт и здоровый образ жизни заняли прочные позиции среди современной молодёжи. И фестиваль «Прорыв» это доказал. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».